всем привет меня зовут андрей телецин я тренер по спортивной гимнастике самое популярное видео на моем youtube канале это то как гимнастов учат подтягиваться самым популярным комментариям под этим видео является комментарий которые связаны с обсуждением хвата каким подтягивался гимнаст для примера в этом видео и очень многие говорили что подтягиваться вот так вот то есть подтягиваться так называемым обезьярным хватом когда у вас все пальцы сверху они большой палец снизу это неправильно или же задавали вопросы о том правильно это или нет и вот в этом видео я хочу этот вопрос обсудить и первое соображение которое на этот счет я хочу сказать это то что во время подтягиваний это не играет огромные роли большой палец когда он находится снизу он не настолько помогает укрепление хвата как это кажется потому что ну наверняка многие из вас видели подтягивания различных там альпинистов которые подтягиваются на одном пальце на этом на другом там даже на мизинце но вряд ли можно найти видео где хоть кто-нибудь подтягивается держась большим пальцем снизу то есть если вы посмотрите насколько этот палец помогает вам держаться за турник то вы поймете что это не не такая большая помощь и в большинстве случаев когда вы подтягиваете на перекладине у вас гораздо раньше устанет спина и руки чем вот эти пальцы без вот этого следующий момент который почему гимнасты в основном если вы видите как гимнасты подтягиваются в зале они подтягиваются именно открытым хватом дело в том что это очень сильно зависит от толщины турника и когда турник узкий стандартного размера под играть турник узкий то нас достаточно удобно обхватывать большим пальцем снизу и здесь что сверху что снизу роль не играет но на самом деле нас ты практически подтягивания на таком турнике не тренирую в основном они тренируют или на женской жерде или на брусье вот для примера брусья на то есть гораздо чаще в тренировках гимнастов маленьких вешают именно на эти жерди и они подтягиваются на них и даже мне было бы своей кистью было бы неудобно держать палец здесь снизу и то есть когда мы работаем здесь то гораздо лучше и надежнее хвататься таким образом всем вот таким когда гимнаст маленький у него ладошка и пальцы маленькие он приходит на достаточно толстый турник например на женскую жерк то ему не удобно держать палец снизу но тогда получается хват разворачивается и он висит почти щепковым хватом что неудобно поэтому когда турник у вас толстая пальцы у вас короткие то хват должен быть таким еще один момент когда большой палец снизу может помешать тем кто подтягивается этого во время того когда вы подтягиваетесь широким хватом то есть если мы висим ровно то такое подтягивание будет окей то если наш хват уходит далеко и сюда то мы видим что или хват расцепляется или если мы пытаемся удержаться и подтянуться широко у нас идет кисть на залом это неудобно поэтому если вы подтягиваетесь очень широким хватом вот такой должно быть и большой палец тогда вам не мешает и вы можете спокойно работать если вы пытаетесь подтянуться таким образом видно какое неестественное положение принимают руль именно вот в этих моментах большой палец и должен быть здесь первое это когда турник толстая кисть маленькая второе когда турник широкий а когда хват у вас широкий вы подтягиваете также можно если вы смотрите соревнования по спортивной гимнастике уже прям не просто подтягивания а исполнение каких-либо перелетов то можно видеть что на некоторых перелетах гимнаст когда выполняют перелет он вначале хватается вот так а потом уже выходя в стойку подхватывает палец снизу я если найду видос я потом подмонтирую сюда и точно так же вы можете видеть когда девочки работают на разных высоких брусьях тоже очень часто не именно по причине того что у женщину рука меньше от жертв гораздо толще они очень часто работают именно таким хватом и опять же подставляют большой палец только в стойке почему это важно дело в том что во время работы на перекладине у нас есть два положения виз и опора так вот большой палец нам нужен во время опоры то есть например вы сделали подъем переворотом и оказались в упоре тогда большой палец создает более надежную опору здесь и именно поэтому вы подтянулись сделали подъем переворотом или выход на две и в упоре вы подставляете здесь или когда вы делаете большие обороты стойки тоже чтобы рука не соскользнула для более удобного хвата палец подставляем это тот момент когда большой палец при работе на турнике нам действительно ну в общем это все соображения как какие известны мне как шлянил по гимнастике относительно обезьяньего охвата охвата закрытого открытого в общем то если у вас есть какие-то вопросы пишите ну и конечно напишите свои комментарии экспертов по этому видео всем спасибо за просмотр пока